Знать, чтобы помнить, сегодня при поддержке партии «Единая Россия» прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». В преддверии Великого праздника исторический экзамен сдавали на 22 тысячах региональных и зарубежных площадках. Среди них были и необычные места. «Диктант Победы» написали в Дербенской крепости Республики Дагестан, на плавучей атомной теплоэлектростанции в Чувкотском автономном округе и даже на высоте 10 тысяч метров. Свои знания и истории проверили пассажиры рейса авиакомпании «Ямал». Как акция проходила в Чувашии, расскажет наш корреспондент Людмила Майкова. Советская пехотная лопата, ящик для пулеметной ленты, каски бойцов, гильзы и части гранаты. Артефакты времен Великой Отечественной войны, добытые в экспедициях поисковым отрядом «Георгиевская лента», буквально нацелили участников акции на погружение в историю. Три десятка экспонатов, особая гордость отряда и эксклюзивная часть диктанта победы в Чувашском госуниверситете. В таком антураже здесь масштабный исторический тест еще не сдавали. Патриотическая акция проходила уже в пятый раз, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. Это своеобразная гражданская эстафета памяти, значение которой, особенно в нынешних условиях, сложно переоценить. Это возвращение к исторической памяти, концентрация мыслей, усилий совместных в одной аудитории людей, которые неравнодушно относятся к своей родине. В Чувашском госуниверситете на самой большой площадке в республике диктант победы писали около 600 человек. Были задействованы 8 аудиторий. Проверить знания смогли все желающие. Самая младшая участница акции в этой аудитории еще учится в начальной школе. Самому старшему, предшедшему на диктант, 99 лет. И свой главный экзамен в жизни он уже сдал. Евгений Григорьевич Беляев, ветеран Великой Отечественной войны, более 40 лет жизни посвятил преподаванию истории. Теплое напутствие адресовал молодому поколению и напомнил, какой ценой тогда досталась победа. 63 тысячи человек, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Студент ЧГУ Максим Федотов уже не в первый раз участвует в патриотической акции. Чтобы не ударить в грязь лицом, перелопатил немало исторической литературы. Говорит, попробовать свои силы в масштабном движении памяти его потолкнула личная история. У меня у самого мой прадед умер на территории современной Украины во время Великой Отечественной войны, был казаком. И поэтому я считаю, что это самое малое, что мы можем сделать для сохранения памяти о наших великих предках и этой великой победе. На написание дали 45 минут. Было запрещено пользоваться средствами связи, искать подсказки в справочниках, просить помощи у соседа. Диктант немного напоминал единый госэкзамен. 25 заданий, часть в виде тестов с выбором ответа, часть более свободная, требующая развернутого объяснения или размышления. В этом году было несложно отвечать на вопросы, потому что с возрастом ты больше понимаешь, больше знаешь, то есть накапливаешь некий такой опыт, багаж знаний, который позволяет тебе написать с быстротой и легкостью ответить на вопросы, так сказать. За сколько минут ты управил? За 20 минут. Это не просто задание. Диктант помогает воспитать уважение к своей родине. Всего в республике работало 518 площадок. Исторический экзамен. Сегодня сдали 15 тысяч человек. Людмила Майкова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.